Супруги Елены и Александры в церковь ходят нечасто, но приложиться к ризе Господней решили прийти. Просто пришли, чтобы обратиться к Богу, больше надеяться ни на кого, ни на что в общем. Ребенка зачем привезли? Ребенка, прежде всего, приучить, приобщить, здоровье, для нее же здоровье, да, попросить. Ярославские монахини в Свято-Троицкий кафедральный собор привезли еще и несколько икон святых, а также их мощи. Но частица ризы Господней стала хитом среди прихожан. И как тут не поверить в жизнь Иисуса? В 2003 году ее обрели в музее, исследовали целый год. И когда убедили, что это именно та частица ризы Господней, которая пропала в 20-е годы из храма Ильи Пророка, вот, и эту частицу передали владыке. Владыка передал ее в наш монастырь. Частица ризы Господней, бесшовного хитона, хранится в Свято-Виденском Толгском женском монастыре, в алтаре на престоле. Ее выносят прихожанам на поклонение во время чтения божественной литургии. Тагильчане шли к святыне весь день. Здесь сегодня многолюдно. Стопотворения нет, но очередь к святыням постоянно растет. Многие прихожане, приложусь к ризе Господней, к иконам и мащам, вновь встают в конец очереди и ждут свои минуты. Матушке Матронушке, это любимая моя святая. Я была дважды в нее в Москве. Ну, теперь вот, как сказать, с материальным таким вот пенсионным положением не очень вырвешься. Ну, очень рада, что привезли к нам. Частицы ризы Господней, иконы и мощи уже побывали в нескольких храмах городов Свердловской области. Екатеринбурге, Ревдея, Красноуфимский, Новоуральский, Серове. В Нижнем Тагиле святыни пробудут до 22 февраля. Анна Кизилова, Дмитрий Охотников, Сергей Иванов. Новости Тагилтв.